Я хотел бы напомнить нашим друзьям, которые занимаются йогой, медитацией. Они медитируют и размышляют о разных вещах. Речь идет о такой медитации, когда ты стоишь у двери и ждешь, когда дверь откроется, и появится Кришна. Что это будет за медитация? И это вчера уже случилось. Кришна появился, и Он должен появиться вновь. В определенное время дверь откроется, и Кришна появится на пороге. И мы видим в этом мире, когда люди дожидаются появления кинозвезды или знаменитости, или какого-то важного человека, там все стоят и смотрят, и вначале появляется свита, и ажиотаж нарастает, и затем знаменитость появляется, и все начинают вопить. Когда я впервые в жизни увидел Шилу Прабхупаду, я имею в виду глазами, физически, это было в аэропорту Сан-Франциско. Я прилетел из Лос-Анджелеса в общество еще одного преданного, и приехали преданные тогда со всей страны, со всей Америки. Большинство из них никогда не видели Прабхупаду. Он отсутствовал там в течение года, и движение за это время выросло. И собралось несколько сотен преданных. Это был 1971 год, нам перестояла Радхаятра. Мы приехали в аэропорт, чтобы поприветствовать Прабхупаду. И мы не знали точно, как следует это сделать. Мы просматривали книги, читали описание того, как Кришна вступил в два руку, как Его Путин мочали розовыми лепестками, курили сандаловые благовония, поливали водой. И также в этих описаниях фигурировал йогурт и другие субстанции. И мы находились в аэропорту. И мы смотрели на ворота или на ту стойку, из-за которой должен был появиться Прабхупада. И вот мы узнали, что самолет прилетел, стали выходить первые пассажиры, напряжение росло, и звучал грандиозный киртан. И 90%, как я сказал, представители этой группы не видели никогда Прабхупаду прежде в своей жизни. Им предстояла первая встреча, первое видение Прабхупада. И вот когда Он появился, Прабхупада, преданные начали вопить, кричать. Некоторые люди восклицали «Харибол», «Хария Кришна», а другие преданные просто вопили. И падали ниц на колени, и плакали, и бросали цветы. А некоторые принесли с собой большие шары йогурта, и разбрасывали йогурт посуду. А затем что произошло? Преданные бежали, выбегали вперед, и они барахтались в этом слое йогурта, который покрывал пол, а обычные люди наблюдали все это со стороны также. Преданные хватали этот йогурт и поедали его, слизывали, и в экстазе они вопили. А люди смотрели на это с изумлением. Продолжение следует... Продолжение следует... Welcome to the Hare Krishna movement.